Я вам для пущего подогрева, чтобы вы больше ждали прятки, я вам хочу сказать, это самый завозной выпуск пряток за всю историю. Сколько было снято, 6 или 7 пряток по завозу, это самый завозной выпуск. Вот самый, клянусь, там столько происходило всякой, просто. Я вам так хочу сказать, что даже если эти прятки разделить на две части, эти две части каждая будет насыщена, ну, очень сильно будет насыщена по контенту. Не, ну там просто столько камер, столько материала на миллион часов, это очень жестко и долго монтировать, серьезно вам говорю. Если подкаст фрамы монтируются 3 недели, 4, то такие прятки, ну, я понимаю, что там монтажеров будет штуки 4-5, наверное, В параллель каждому дают, там, сколько было участников, не знаю, допустим, возьмем рандомное число, там, условно, 15 человек пряталось, допустим, я реально не знаю, сколько было, не считал. Там 5 человек одному монтажеру камеры их, 5 человек другому монтажеру, 5 человек третьему монтажеру. Они делают нарезку, они нарезают. Дальше, условно, сверху еще есть два монтажера, которые уже делают монтаж. У них есть уже все нарезанное, лишнего материала нет, вот просто чистая нарезка голая. И они из-за этого делают монтаж, крутые приколюхи и так далее. И вот так вот все им, вот по такой цепочке идет. А дальше в финале еще и Илюха берет весь этот материал, который ему намонтировали, и делает правки, сам сидит, монтирует. То есть это очень долго, объективно, очень долго. Но оно того стоит. А кто снимался? Павел Дуров, Джарахов, Гусейн Гасанов, Парадевич был, Бустер. Ну, я думаю, все знают, то, что... Даня, кажется, он участвовал, да. Он постил же что-то, да? Видели, видел, где Санечка фреймтеймер с камерой в руках? Вот так танцует. Санечка снимает. Канни Уэс был, да, приезжал. Он приезжал, респект кинулся, потому что он большой фанат Эксайла. В частности, ему очень нравится рубрика лайфхаки. Старые, он мне на прятках, он просто подошел ко мне, говорит, ну, типа, на английском. Там был с переводчиком, потому что я плохо по английскому... Плохо по английски разговариваю. И он говорит о том, что, блядь, чел, я очень любил смотреть, когда с розовой прядью был, когда вы снимали лайфхаки, охуенно было. Он говорит, респект, ты просто в ультуре сдал мерч. Каждому там по пять шмоток разных. Охуенно было. Боргенш, наверное, еще приезжал тоже. Но его одним из первых нашли, и он уехал быстренько, потому что у него какие-то дела были. Или у него там в Куршавейле, или где-то концерт был. Ему надо было улетать. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CS Go Run? Режим кейс-баттл уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже, наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии. И забирай халявный скин по промокоду. Паша Техник. Ну, Паша Техник, он куда-то спрятался, его не нашли. Скорее всего, там что-то это самое. Принял и уснул просто, и мы уехали, мы его не нашли. Но он там на правила нарушил, поэтому он выбыл сразу же. Вот там одно правило нарушил, но мы его не нашли. В кустах, может, уснул просто, охуенно. Тамая был? Нет, тамая его не было. Он занят был в этот день вчера. Ксения Собчак? Нет, мы не звали. Калагриевый еще был. Он на всех что-то выебывался и уехал. Я хуй знаю, что это было, но ладно. Не, офис не был, он отказался. Не, Мазелова тоже не было. И Вилон был, тоже не смог проехать. Надо будет после стрима, напомните мне, пожалуйста, мне надо будет после стрима оплатить виллу в Таиланде. Бля, я зашел, посмотрите. Короче, есть один прямой рейс. Москва-Хукет. Есть один прямой рейс. Аэрофлотом. 10 часов в одну сторону. 10 часов. Зашел посмотреть. Просто суть в том, что кто летал на самолетах, особенно там, ну, часа 4 куда-то. 4 часа в экономе, вот это где-то 3 кресла, вот так вот. Вы меня поймете, насколько, насколько это трудно. Что начинает все болеть, затекает спина, там места мало. Прям, ну, безумно сложно. А тут, типа, 10 часов в одну сторону. Я понимаю, что это пиздец, как будет тяжело. И это подруинит вообще весь, весь настрой путешествия, отдыха. Я такой, ну, блядь, ладно. Раскошелюсь, куплю бизнес. Смотрю билеты, там, с какой-то, там, с 3 по, там, 15 января. Смотрю билеты. Туда-обратно на двоих 750 тысяч. Но, ну, ебать, типа, это много. Но, знаешь, из разряда вот такие траты бывают на, типа, ай, яй, да хуй с ним. Понял, вот так вот. Но это туда-обратно на двоих, типа, просто, Саня. Это получается, там, ну, почти 200 тысяч рублей в одну сторону одного человека. Это в бизнесе. И потом я смотрю, оказывается, я выбрал не январь, а август. И потом я выбираю. Ну, я понял, что я ошибся, я выбираю. С 3 января, вот 3 января туда, 16 обратно. Два пассажира, я и Аня. Бизнес. Найти билет. И вижу вот это. И вижу вот это, блядь. Сука, просто 1,7. 1,7. Блядь, 2 миллиона перелет. И это не первый класс Эмирейдс. Это аэрофлот. Обычный аэробус. А, там 320 и какой-то там. Не аэробус, аэрбус или как он там называется. 1,7. 700 тысяч это огроменные бабки. Но это то, что я бы, наверное, все-таки такой... Ай, да и хуй с ним. Ладно. Один раз в год можно. Но... Вот это... Сколько бы я не зарабатывал... Это что-то уже близко к... К... Частному рейсу. Частный рейс будет стоить, наверное, 4-5 миллионов рублей. У аэрофлота на такие может летать только Боинг 77, аэрбус А330, аэрбус А350. Максимум 5-6 летает. Ну смотри, я смотрел, было... Был здесь подробнее... А, Боинг. Боинг 777, 300 иер. Я недавно посмотрел фильм про компанию Боинг. И честно хочу сказать, я теперь ебанул... Я теперь еще гораздо сильнее боюсь летать. Я посмотрел какое-то расследование про Боинг. Про то, как у них... Как устроена компания Боинг. Это просто пизда. Стало безумно страшно. Там всякие... Были переписки сотрудников Боинга, где они говорили о том, что это просто пиздец. Там... Экономят на всем абсолютно. Из уебищных запчастей все делают, чтобы просто больше денег заработать. Вот такая вот тема. Типа с каждым годом Боинг скатывается все сильнее и сильнее. Каждый мой полет проходит со стрессом. Я вообще не могу нормально летать. У меня... Ну... Тахикардия сильнейшая на борту. Даже если нет тряски никакой. Мне просто всегда вот страшно. И в то же время есть люди, которые садятся. Там музыку включают, блядь, делают своими... Занимаются своими делишками. Смотрят фильм, чили. То вообще Саня Парадеевич просто... Ему достаточно пяти минут это голову опрокинуть, нахуй. Все, он уже дрыхнет. Либо вот так уперется вперед. И вот так вот спит. Слюди у него стекают, естественно. Вы видели в моем телеграм-канале. А у меня каждый мой перелет... Это не то, что я... Про сон даже можно вообще не говорить. Это невозможно. Я, кстати, ни разу в жизни не был в Таиланде. И знаю, что куча людей из России были в Таиланде. Вот вы по-любому, увы, с родителями там, либо в соло уже летали. Вам понравился Таиланд или нет? Я просто... Мне кажется, что это немножко не под... Мне кажется, что это немножко не под мой вайб. Я люблю развит... Я люблю развитые цивилизации. Леха, мужик, с Касси, на там совместный стрим сделаешь. Бля, не знаю. У нас вайбик разный. Но он предлагал, но я что-то сливался. Не знаю, как-то пока что не хочется что-то, блядь. Но он просто, ну... Он будет не готов к такой медийке, если честно. Мы запустим, сразу же 500 тысяч онлайна будет. Да нахуй, надо. Зачем я ему столько, столько, блядь, фейма давать? Леха, ты не против? Че там? Пизду. Танки эти. Может, с корешем не по нему каточку, а? Он? Чисто там разъебете пару, блядь, отрядов на... А ты у меня в друзьях у меня заниматель? Блядь, там потом сходите, встретите, спухнете. Ну, а потом в жопу друг друга выебите. Осуждаю, не поддерживаю данное высказывание. Осуждаю данное высказывание, не поддерживаю данное высказывание. Я его тоже не поддерживаю, данное высказывание. Ну, про пивка попить, сыграть в танке, пивка попить. Как тут можно не поддержать данное высказывание? Это я поддерживаю данное высказывание. Привет, Лех. Я Леха. Мы стримим сейчас, можешь сказать, задание, которое мы выполним прямо сейчас. В пределах разумного. Мы на улице. Офните стрим. Вот мое задание. Ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok